приветище дедуля на все руки мастер все умеет все могет сегодня у нас по плану разорить гномскую шахту если это вообще возможно плоти ума у нас сейчас на 40 килограмм осталось 10 всего 10 килограмм и мы сможем позволить себе елки-палки гномские шахты точнее покорить их железом у меня тонна 300 железа то есть по железу вообще у нас никаких проблем нету чё по золоту ради интереса сейчас просто посмотрю боже что мой две тонны 41 тысячу монет я могу получить за это все не перерабатывая это все в мечи там ювелирку и прочее но сейчас мы займемся моим огородиком глянь только кукурузы сколько у меня теперь еще раз два три четыре пять брокколи в общем дела идут в гору все хорошо и я сегодня предлагаю тебе скататься за так где у меня это лук короче за луком съездите посадить вот мне нужно 6 луковиц точнее 6 килограмм лука творите луковый суп и будет у меня огромная куча бабла насчет бабла вот у меня тут есть 600 мы сейчас эти бабки и едем реализовывать а именно инвестировать в лук мне пожалуйста лук по лбу стук вода нам стоит не так дорого дешевле чем брокколи но дороже чем кукуруза может быть еще на свеклу мне хватит на свеклу не не хватит буквально чуть-чуть 13 монеток не хватит ладно сегодня без свеклы по ходу потом как нибудь я ее куплю в любом можно лук побольше взять я думаю так нам хватит еще короче подумал что корзину овощную куплю не чертовски сейчас не хватает огромная куча овощей на грядках растет морковочка я привез тебе смотри очень удобная месту хранения корзиночка другая корзиночка у меня под помидорчики ушла а эта корзиночка будет тебе ну вот красотень помидорки морковки хотел еще сказать огуречки но огуречков у меня нету и что странно высаживать их не могу по крайней мере семян я пока что еще не видел огурцов в комментариях мне еще посоветовали фильтра нацепить на одну трубу как бы такая возможность есть но в принципе да почему бы и нет почему бы нет так будет проще чинить мне кажется а вот если я все фильтра на одну трубу сделаю то мне это будет ой зачем это сделал это была тупая идея вот этот надо было починить вот вообще наверно пока что-то не сломается вообще ничего не надо чинить возвращаясь короче фильтром если я сделаю вот так вот то мне придется прыгать через трубы чтобы все это чинить это не очень удобно но выглядит прикольно ну что там у нас поклоти умол давай проверим 47 48 но чуть-чуть не хватило но есть идейка вот отсюда вот стыбрить ты брить вот так вот положить получается да ладно вам 40 копеечек нам не хватает 40 грамм но я очень палки план тогда этот камушек возвращаем сюда подождем еще а пока что меня поскольку у меня огромная куча железа и золото я поеду царевичу нашему узнаю какое подношение нужно сделать охране чтобы они пустили меня королю здравствуйте здравствуйте как меч ваш 200 килограммовый золотой что-то его даже не наблюдая на деле бы ради приличия я вообще-то старался так товарищи охранники вам значит супец и свеклы и брокли капец куда вам 300 килограмм свеклы и 300 килограмм брокли в вас это все влезет вы вроде такая тощая а вам нужно в их елки-палки 400 клотиума по поводу золота я не переживаю железо 5 тонн железа у меня к сожалению нету и это все нужно в меч запихать да ты его в жизни не поднимешь его даже экскаватор не поднимет елки-палки на 5 такой тяжелый-то сумасшедший но зато они очень хорошо отплатят мне видишь 18000 монет таких и на 4600 монет продуктовых фермерских ох ты елки вернуться домой а у меня тут уже початки кукурузы и брокколи вау все это значит собираем срубаем так брокколи по ходу не рубятся а вот родится и заново будем засаживать только в этот раз еще чесночек посадим то чесночек лучочек чё-то я короче с корзинками надо было больше брать чем 2 ладно тазы придут на выручку ну за что так со мной у меня на самом деле таз этот полон прям до верху набит брокколи но так его чуть не показывают а если вот так смотреть то вот как бы брокколи смотри сколько у меня их тут вон ну хотя бы вот так можно позыркать правда кукурузина мне руку проткнула насквозь ну брокколи я бы сказал не лучше он еще похуже у меня вообще по моему там врос в руку я бы так сказал как опухоль какая-то как гриб все я поход мутирую я стану брокколи зомбарем лук лучок золотая луковица блин классного прям как на дачке будет расти огородец я высадил пора проведать наш колоти ум думаю что 50 уже набралось если не больше 53 все ништяк вот это мы забираем с собой железо тоже отливаем пилить не пилить не знаю комментариях мне написали когда я 300 килограммовый слиток все скинул в котел ну не в котел в наковальню гномскую и сделал себе насос для увеличения скорость скоростной насос за 50 золотых по блин железных а я вплавил в него 300 мне сказали что остатки должны где-то там валяться возле наковальни вот мы сейчас это и проверим наковалище ты меня ждала где мой слиток вообще мне говорили что где-то слиток должен тут вывалиться это должен быть остаток я не вижу его я ему не вижу слиток выходи литочек может тут нет может быть тот надо тут порыться поглубже не запрыгнуть туда нету слитка блин меня накололи меня а да ладно все вот точно все спасибо вам великие комментаторы вы просто сделали меня чуточку счастливее вот и дождя от души так теперь нам нужен бурт и второго уровня вот это он 1000 железных слитков и 150 блин 150 почему я думал 50 елки-палки в паке елки ну по крайней мере мы можем кое-что проверить топе в комментариях мне писали что здесь указано или 1000 железа или 150 клотиума вот мы сейчас ты проверим железо у меня точно косарик есть так что мы все выплавляем кидаем сюда и пробуем понятно дед икает значит нужно еще 150 клотиума нарыть но 50 то у меня есть соточку короче не поняла ты чё тут стоишь ты чё жрать хочешь что тебе нож железо 1 и 5 весом причем не выплавленная просто кусок руды не один док слишком дешево я по таким расценкам уже не беру задание ну тогда чё нам напариться я сделаю еще один бур чтобы все шустрее у меня добывалась раз таки дела да может быть и не один а целых два клотиум я оставлю здесь пускай он лежит вот тут вот кину делаем хорошо единственная чё подумал что может быть этот бур разместить уже там вот внизу да это будет хорошая идея тут по-любому глубже чем у меня дома а соответственно вероятность добычи клотиума повыше должна быть ну таком случае я сейчас это все барахло скину вниз давай лети бах бородах все нормалек можно еще один бур замутить слитков у меня там выплавлены а подожди они вот сюда вот у меня все так это мой старый клотиумовский вот железо по второму кругу пошло давай поехали отлично теперь остается только трубы купить и как-нибудь там разместиться беру свои бабки и погнали вон тут не не буду брать я туда доеду слишком далеко мне лень туда идти своими белыми носочками вот так вот хоп хоп два поворотика два прихлопа и я уже здесь ау так хочу у нас здесь только клотиумовые трубы а где обычные необычные нужны трубы вы чё с меня хотите в 3 дорого содрать но хорошо у меня 9 косарей на почти десяточка у меня есть так что берем вот этот насос не знаю сколько труб брать разветвлитель понадобится угол очки блин это же все как-то надо вести на своих двух или тут есть где этот конвейер какой-то да не нифига придется самому все это тарабанить вниз ужас какой короче пока так купил всего блин каких-то четыре трубы из меня уже вон тышу 500 взымают пускать все буду по стариночке главное чтобы там это потом все найти давай лет кидай можно еще вот так вот сделать а я медленно опускаюсь черт камера ужасная не умеет она тут хорошо и быстро летать твоё ж налево ну как и так скинул то она квадрик скидываем короче тоже вниз обычно вышло но теперь за трубой думала я тебе не достану дашь ишь тебе оплях мне сейчас интересно стало если я этот насос поставлю вот так вот а он так не ставится хотел в лаву поставить и посмотреть будет ли он лаву качать а нифига не дают мне такой возможности хорошо значит мы его поставим где-то с чего ли это я его тут не могу поставить подождите а чё здесь копать нельзя что ли я не понял как это это его это да ладно вам здесь копать нельзя а на кой черт погоди что как это вообще наверное чтобы здесь копать нужен да здесь нужен другой бур и возможно другая труба просто я думаю а нафига тогда вот эти конверные ленты здесь сделал тут же явно можно копать ладно по такому случаю все это тогда на поверхность отправляем для меня это стало неожиданностью вот честно тут даже элементарно трубу просто поставить не дает мне мне теперь как-то вот это вот все барахлишки надо свое забрать место у меня тут не к черту новым драндулете пришлось приехать на тарантасе своем чтобы все это увезти ну шо выходит что у меня есть еще два бура и нужно как-то их впихнуть нашу маленькую шахточку ну я полагаю что куда-то поехал другой значит будем расширяться ну чё поделать как по-другому то вот сюда одну шлепнем и нормалек будет ну вот место сделал я будем пытаться туда впихнуть так иди сюда один готов и еще один вот сюда есть остается только вот тут чуть-чуть подкопать для конверной ленты и вообще будет шик ну а теперь вступает в дело великий иди док сантехник тут у нас труба будет наверх выходить вот таким вот образом так значит нам нужно будет вот это вот выдернуть стоять 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 куда покатился и сюда это все дело развернуть вот вот эту трубу мы сейчас заманим этого дергаем не надо нам вот сюда ставим а это туда внизу 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 прямо вот так забежал в магаз по быстренькому за уголком а то он уж очень мне нужен и втыкаем его сюда шеньки остается только конвейер один сюда и второй тоже сюда но запускаем все это теперь дело так что-то я не понял не хочет работать но елки-паки над давление в трубах проверить может не хватает там чё или опять земля где-то чего-то там мешается как прошлой разы не давление есть тут очень все четко беру тогда свою каску и пошли шахтерить смотри где там чуть-чуть земля-то мешает эти парки где вообще кто там не так все откопано выкопано до идеального состояния чё не нравится то вскрытие показала что земли тут нету а чё ж тогда не так-то а понял я я все понял смотри чего нас тут у нас тут дождичек нас короче вода выходит не поступай блин это все зря еще сделал что ли вода не поступает в наши буры но чё за дела тут-то все нормально точеки-поки а тут какая-то фигня в дело идут грабли придется нам эти буры поставить чуть повыше вот таким вот образом верной там тоже так ведь только не укатывайся никуда и вот тут вот так вот теперь смотрим если мы это все дело поднимаем ставим выше то должно работать вроде бы как не труба ты ты да чё вы катитесь то блин все через одно место так выходит что вот это вот там теперь нужно развернуть поворачиваем вот так и эти вот так ну-ка а лампочка горит все работает шикарно шикарно и здесь тоже тыкаем ну-ка ну а ты все вопрос решился только непонятно чё чё откуда еще копать то елки-паки так не поняла это чё у нас за глыба грязь тут скопилось прошу это такое вообще как это как так происходит то у нас ну и две лишние трубы у нас осталось да ладно трубы без дела у меня никогда не валяется пригодится где-нибудь руды теперь добывается намного больше и дробилка вроде пока справляется все с ней хорошо пойдем глянем что там по клотиуму клотиуму на сто двадцать четыре килограмма не дурно а с луком как там лучок-то вырос дайте я посмотрю на него лук лучок золотая луковица целых три луковицы зашибись семена из всего этого дела выводим и садим по-новому первые мои три луковицы чума скоро я буду самым известным фермером на районе высаживает еще сюда только уже теперь не 2 а 4 брокколи кстати подоспел брокколи нам нужно в огромном количестве но теперь поскольку мне не дали поработать в шахте гномской я поеду как многие меня просили так стопы у меня там брокколи подоспела короче планирую поехать прикупить себе новых земель а то все же в комментариях пишут купить себе земли побольше тут мало места нифига не расстроишься как бомжар живешь тоже я услышал вас поехал искать новенькое местечко сейчас прошвырнусь вместе с тобой все глянем посмотрим широты высоты и выберем самое крутое место первый лот для моих глобальных раскопок это вот эта территория очень мощно смотрится тут реально копай не перекопай я думаю что тут больше под промышленные всякие производства подойдет то есть когда у меня будет уже бурильная машина и все в этом духе тогда вот это можно будет рассмотреть а пока что не сколько это вообще все стоит то 6600 деньги есть но нет такое я пока не буду покупать слишком огромная куча земли едем дальше а он туда наверх если я заеду там меня ждет небольшой участочек вот такой вот ну тут уже поменьше вроде бы земли о там вода он есть вдалеке там кстати воду качать с моря а тут вот небольшой прудик есть до удосужились одно единственное место откуда воду качать неудобненько неудобненько разводку придется делать очень длинную а это повлияет на давление поэтому нет не нравится мне это место сколько она стоит 1200 вообще блин какие-то копейки наверно из-за того что вода только в одном месте вот это вот местечко чего по деньгам 970 а чё так мало мало потому что тут нету воды а соответственно раскопки тут вести только машинами ясно это место нам не подходит едем в другое наковальня направо раскопки налево налево я тут еще даже не катался куда это мы приедем хотя догадываюсь куда да 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 в прошлой серии нас сюда выкидывала с нашей наковальне с гномской шахты ага точно красивейшее место по серединке не замерзшая вода откуда можно выкачивать а цена участка еще тут у нас вообще по цене цена 7000 богу но тут места не так уж и много но дорогое удовольствие я хочу сказать выходит что тут самая дорогая земля место конечно мне нравится еще и зима наконец-то мы сменим лето на зиму если конечно этот участок куплю но меня смущает одно но эта земля находится высоко высоко в горах а чтобы добыть клотиум нам нужно копаться очень глубоко не будет ли так что смотри уровень где я сейчас добываю клотиум вон там вот крыша торчит то есть дом у меня находится в низине а этот биом на вершине и как бы так не случилось что когда я докопаю до дна это будет не дно и клотиум там вовсе не будет добываться но это все лишь мои догадки я думаю что все там будет добываться дно везде есть дно правильно же его даже пробить можно поэтому мы попробуем это сделать хотя куда уж и куда уж пробивать но деньги отправляется сюда я покупаю участок под название как он называется snow rain falls падение снежные руны или руды короче снежный биом так проще будет он у меня я живу купил нет все а теперь я точно его купил бабок у меня осталось всего лишь 700 и мы можем теперь здесь ввести раскопки несмотря на то что я в трусах и носках абсолютно голенький теперь я буду жить и закаляться снежных горах высоко высоко в горах жил дед в трусах вот это я понимаю роскошная жизнь на пенще делай чё хочешь лепи снеговиков игры снежки и просто жуй снег то что я здесь буду делать ты узнаешь следующей серии поэтому если понравилось не забудь поставить лайк и подписаться если еще не подписался и тогда мы вновь увидимся в новом ролике так что до встречи